Формадол. Таблетки от головного боли. Это очень мощные места силы, в которых чувствуешь особую энергетику. Местные жители говорят, что здесь есть уникальные люди, которые могут использовать энергию этих мест, чтобы исцелять, видеть будущее или наоборот причинять вред. Считается, что самые сильные люди могут даже управлять силами природы. Дождем, грозой, ветром. Таких людей называют мальфарами. Здесь верят, что творить чудеса могут и особые предметы. В руках мальфара даже камень или кукла якобы может менять погоду, влиять на поведение животных и людей. Правда это или нет? Попробуем разобраться. Здесь мы должны узнать все про мальфаров и разобраться в этой теме. Тема очень непростая на самом деле. Многие знают мальфаров как целителей, которые помогают людям. Но среди них есть как белая, так и черная магия. По словам местных, мальфар может даже убить. Это Анна и Николай. Хранители реальных магических артефактов, собранных в самых разных уголках Карпат. Эти уникальные предметы может увидеть любой желающий, посетив музей гуцульской магии Верховыня. Мальфар – это добро или зло? Ну, скажем, мальфар походит от слова «мальфа», что означает «злодие». Тобто мальфар может делать и добро, потому что может замовить и на добру справу. Но это также та людина, которая действительно умеет и имеет магическую силу даже завдать смерть. Самый известный украинский мальфар жил в селе Верхний Ясенив, недалеко от Верховыны. Его звали Михаил Нечай. Тысячи людей приезжали к нему за помощью и советом. Говорят, он умел управлять погодой, исцелять и видеть будущее. Я был знаком с Михаилом, и я помню, что он делал предсказания о стране, которые сбылись. Например, он говорил о том, что Янукович бежит. Беда придет с Китая еще в 2010 году. И вот сегодня, если расшифровать, беда придет с Китая, это коронавирус, наверное. Дальше у нас хвороба херше будет, ведь рака виспида. Дмитрий познакомился с легендарным мальфаром в 2005 году. Тогда он впервые в жизни увидел и даже испытал на себе ритуал настоящего горного мага. Я пометаю вот этот крестик в руке. Это вот этот крестик. Осиновый крест отгоняет все плохое, да? И за допомогою этого крестика можно разогнать хмар, выдогнать дош. Звучит, как народная сказка. Но именно эту способность Михаил Нечай продемонстрировал в 1989 году на глазах у 19 тысяч человек, когда его пригласили на фестиваль «Червона рута в Черновцах». В официальном запрошении назначалось «Для забезпечения хороших погодных умов». И вот там, на том фестивале, уже на второй день небо затягнуло все густыми черными хмарами, он начал греметь гнём. А он? Так, и он сумел на очах всей публики, сумел разогнать черные хмары, выкликать ястровы солнца, и свято продолжилось. Чтобы проводить магические ритуалы, мальфары часто используют особые и очень редкие предметы. Те, на что я звертаю увагу, найбільше, это на градовый чепелик. Градового чепелика, людина, яка занимается магией, на Гусушчині кажут, непроста людина, вона не может купить ни за какие гроши. Його треба або отримати в спадок, або виготовить самому для себя, якщо ви хочете займатися магией. Лезо ножа вырязают из коси. А от коса, чтобы подошла для выготовления градового чепелика, вона має бути або поломана при першій кизбі, або нею треба перекосити гадюку. И только тогда из нее можно выготовить градовый чепелик. А градовый чепелик, для чего он, мальфару? Для всего. Вы знаете, что тот, кто занимается магией, это непроста людина, вона даже не снимает его на сон. Он весь час при нем. Им даже снимают боль в голове, в попередке. В Гусушчинской магии же же используют четыре стихии природы. Вогонь, вода, воздух и земля. И вот с помощью этих четырех стихий выполняют разные ритуалы. Градовый чепелик там присутствует. Именно природные стихии часто дают мальфарам силу и могущественные артефакты. Особое проявление невероятной мощи природы – это молния. Как и мальфар, она может забрать жизнь, а может дать силу. Когда блистука влучает в землю, от энергии блистуки сплавливается все. Все это – это стопленная масса земли, листья, дерева, все, что попадает. В Карпатах называют громовицей. Выкористовывают, чтобы от нее зарядиться энергией земли и огнем. Хочу показать, что громовицей на каждое реагирует по-своему. У кого-то потеет, как у меня. Посмотрите, вот вспотело. У вас в руках вспотело за 10 секунд. И каждый раз на каждой экскурсии это видно. Показываю. Вот вспотевшее убрали, вот она чистая со всех сторон. Интересно, как на меня. Я взял. Попробую почувствовать энергию. Законцентруйте свою увагу на ней, вы, наверное, вы чуете. У кого-то он очень холодный. Кому-то он выглядит горячим. Чувствую холодным. Интересное ощущение. Не могу сказать, что, конечно, там вошел в астрал. Но отпускать не хочется. Так, смотрим. Вспотело немножко. Вот так вот, видите, есть. И вот здесь сильно вспотело. У кого-то колется, у кого-то вибрует. Кто-то там, как вы говорите, падает в транс. В транс? В музей впадали в транс? А, еще и сколько раз. То тряслися, то выходили, то обливались потом. Был один такой случай, когда директор наш знает, что я хотела втекти звезды. Тут была женщина. Взяла у меня звезды, ну, гугли, у нас кажут гугли, а это такой плащ гуцульский. И она там сидела, накрылась этой гуглей, хрестер мала перед собой. И так там стонала, вела. Такие выдавала разные неприродные звуки. То есть это транс? Так. Я считаю, что это так. И вот, когда я дала ей громовицу, то она тупотела ногами и кричала на своем голосе. Все-таки энергия есть в этом? Есть. Так. Но самым ценным и сильным магическим предметом часто называют мольфу. С ее помощью мольфар может влиять на жизнь другого человека. И, по сути, сделать с ним все, что захочет. Мольфа – это заговоренный предмет. Мольфою может быть будь что. Ну, например, я всегда скажу, так я делаю співвідношения и питаю туристов, если они слышали про ляльку воду, потому что ее слышать очень часто. Мольфа так же может быть лялькой. Вот, прошу, очень. Это и мольфа лялька. Данные мольфи ляльцы дают, соответственно, имя особи, люди, на которую должны делать эту мольфу. А, то есть, например, если нужно принести кому-то зло или добро? Или можно и то, и другое? Мольфа может быть, скажем, заговорить, может, как на добро, так на зло, навіть на смерть. То есть, можно сделать вот такую соломую куклу. Куклу. Назвать ее, например, Гануссою, как мне. Не-не-не, давайте какое-то выдуманное имя Андромеда. Андромеда. Хай, иди Андромеда. И вот это уже будет Андромеда. И вот мольфар выношает и вымоляет мольфу на Андромеду на себе протягом девяти месяцев, как женщина выношает свою отробную мольфу. И он, если захочет, может Андромеду убить, может вылечить. Позбавить розума, а может вылечить и накликать ей счастье и добро. Мольфою может быть не только лялька. Мольфою может быть предмет из одежды, предмет из поводу, или из особистой гигиены. Может быть расческа, да? Мольфою может быть, конечно. Бо динамеды расческа, на нее сделали, подкинули назад, вот тебе, пожалуйста. Я расчесался и умер, да? Ну, может быть, и такой вариант. Лучше осторожно с этими экспонатами. Экспонаты тут есть такие, что просто мороз по коже. Трихея волка. Представляете, убили волка и взяли его трахею. Так, гусевская магия берет початок от волхвов, которые называли себя волхвами, мали за татем волка. Выкористовывалась и трахея волка. Когда мастевцы шли на поливание, они брали с собой трахею волка. И тогда волки, как собаки, выгоняли дичину на мастевцев. Они выстреливали необходимую колькість зверни и с большой колькістью мяса вертались домой. Хочется сказать, что музей еще уникален тем, что обычно в музее такие вещи уникальные стоят за стеклом. Тут можно прикоснуться к истории в прямом смысле слова. О способностях мальфаров в народе рассказывают много легенд. Но карпатские старожилы помнят времена, когда с силой мальфаров люди сталкивались постоянно. И мало кто сомневался в их умениях. Перед съемкой в музее магии Дмитрию удалось поговорить с Анной, жительницей села Быстрец, которая была свидетелем необъяснимых явлений. По одной из легенд, если у покойника открыт глаз, значит он высматривает, кого еще забрать с собой на тот свет. Люди верили, что это особенно опасно, когда умерший обладал силой мальфара. Поэтому в таких случаях не церемонились. Отрубленная голова считалась одним из самых надежных способов покончить с неспокойным умершим и остановить его проклятие. Мужики пошли в ночи, подкопали, подрубали голову, докладуту ноги, тому мертву. И это было не лишь это, это было больше. А жена тут и умерла. Такие жабы и щурки, гадя, у нас была ведьма. Ведьмы иснуют? Ведьма. У нас что-то хотела, то сделала. Она могла вас разлучить, и это с другом разлучить, и это сделает, как бы ваша жена умерла, это вы бы умерли. Хоть что могла сделать. А я как воно все было? У нас что-то так мальфарило, что нас... Черный мальфар был? Так, черный. Одной из главных способностей темных мальфаров считалось умение связываться с потусторонними силами и использовать их в своих целях. Поэтому даже после смерти таких колдунов их все равно опасались. Важно подчеркнуть, что мы сейчас слышим не древние истории предков, а то, с чем Анна сталкивалась лично. То есть и теперь они уже не такие. Ну, то такие, что можно сделать, и можно тебе сыгнать из свита, но бы тебе помер, а бы тебе украшать. А лично было бы все-таки есть. Такие есть сейчас, да? Есть. А они приховываются? Приховываются. Мальфары уходят, а их личные вещи становятся экспонатами в этом музее. Считается, что карпатских магов становится все меньше. Так ли это? После ухода Нечая никто не знает, а есть ли, сохранились ли настоящие мальфары в Карпатах. Я скажу так, они были, есть и будут. Можливо, на данный период времени еще нет такого известного, как был Михаил Михайлович, но я уверена, что тот, который имеет силы от Бога, дань ему, помогать, скажем так, відчувать этот свит, по-особному, есть. Я также слушал о том, что настоящий мальфар, он даже не говорит о том, что он мальфар, потому что это его дар Божий, и он никогда не берет деньги. Я всегда говорю, что это не так легко найти. И с простою цикавостью человек их никогда не знает. Потому что человек, который имеет дар Божий, и он слышит, что это, конечно, просто цикавость, и не выйдет на встречу. То есть, настоящие мальфары в Карпатах есть? Есть, так. Они не говорят о этом, не рекламуются? Нет, ни в никаком случае. Потому что это тайна, укладена между Богом и человеком. И те мальфары, которые говорят, что они мальфары, и ведут прием за деньги? Я им не верю. Бог дает людям дар для того, чтобы та, которая с даром могла помогать іншим. Бог дал ему это бесплатно. Как можно за это брать и отримовать корж? Если действительно вам будет в этом необходимость, вас найдут сами. Зароблю вам подказ, по себе не называю. Уже сгодом. Вы же понимаете, а зверь те люди нам могли знать про мою проблему. Я же про это никому не сказала. Забегая наперед, нужно сказать, что судьба еще сведет Дмитрия с мальфарами в Карпатах и даст возможность проверить их сверхъестественную силу. А сейчас Анна подготовила для Димы очень необычный магический артефакт. Дримба – это самый меньший и легкий музыкальный инструмент Гуцульщины. Саме Дримба доводит, что Гуцульская магия берет начаток от шаманей, от кельтей, потому что они используют подобные музыкальные инструменты, которые называют варган. Михаил Михайлович сказал, что Дримба имеет как магические, так и лечебные властей. И он лековал с допомогою дремни. Он говорит, что проблема людского здоровья закладена в мозг у людей. И если умеете отключать мозг, можно избавиться любого пара. Дмитрий встречал много шаманов по всему миру, которые использовали самые разные ритуалы для того, чтобы видеть будущее, призывать удачу или исцелять человека. Сейчас перед нами можно сказать карпатский вид шаманизма. В нем есть одно очень важное отличие. Во время ритуала волшебным инструментом пользуется не только шаман, но и человек, который к нему обратился. Найголовнейшее правило Дримба – ее правильно держать. Надо держать громко, великим и средним пальцем, вверху, коземным притискать. Тут есть такие, скажем, полосочки, зубы ставят на полоски. Вот так, вот, да? Так. Вот, правильно. Молодець. От тепер скажите у думки «ой», но без звуку. Просто выдихните. Правильно. А теперь тот же звук по-гусульски скажите «ой». Я не понимаю, как. Вроде бы тоже движение пальцем, один и тот же инструмент. Я думаю, ой, получается ой. Я думаю, ой, получается ой. Еще раз. Ой, 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 ой. Все, теперь вы густил самый настоящий. Почему? Я не понимаю. Я с самого начала вам сказала, что дремпа имеет магическую вздействие. Людина играет на дремпе силою думки и волей в сердце. Я просто привык быть прагматиком, и я понимаю, что это металл, что идет вибрация. За счет этой вибрации мы слышим звук этого металла. Готова порожнина служит как резонатор, там народжуется сам звук. Вы думаете ой, выдыхаете на ведусе, и у вас есть такой звук, соответствующий звук. Это прагматично. Мы же путешественники, которые бывают на всех континентах. Давайте попробуем эксперимент на непальском языке. Я скажу тут, а вы прочитайте. Намазе, намане, намане. Почти. Намасте. О, си, я не слышала си. Намасте. Напевно, Дмитро, я вам подарю дереву, потому что вы уже не сможете с ней. Правда? Я вам также приготовила защиту, который вас защитит из всего наибольшего, что может быть. Очень интересно. Так, я не верю. Вы что, подарите мне что-то из музея? Так, я подарю вам частинку громовицы. Да вы что! Так, тут, скажем, есть великая сила в этой громовице. И она вас может насправді не только защитить, а и наполнить вас силами земли, вогню, воде и воздух. Вот этими четырими стихиями. Я прикасаюсь и я прям чувствую, что это что-то неземное. Кожен мав би за радость мати в себе, потому что тут есть великая энергетическая сила природы. Если я покладу это в кишень, в рюкзак и буду завжди в экспедиции брать с собой, это будет отгонять от меня все зло. Все зло. Однозначно. И так же у вас никогда не попадет близко в Каню. Я вам щиро благодарен. У Дмитрия, конечно, тоже есть подарки, но у Аны было конкретное пожелание. А вы маєте майку мирно-изнанку? Майку? Мою? Подождите. Дмитро, ради Бога, я пожертвувала. Да вы пожертвували, а я не пожертвував. Майка мирно-изнанку. Ага. Отвернитесь. Камера сидит. Так, все, я уже оделся, можете поворачиваться. Вот, если вы не брезгуете, сегодня утром только перед походом в музей я надел, она новая совершенно. Дякую, гарно. Спасибо большое. Дякую, щиро, вдячна. Я вам дуже вдячна. Я буду тримати, як оберег. Мы обмінялися оберегами. После такого обмена Анна решила, что Дима должен стать настоящим гуцулом. Ну шо, я теперь справжний гуцул? Ну а я пеш. Тільки треба ваша вишиванку вам знайти, якби я была знала, что вы до мене завітаєте. Так, а мы ж не попереджуємо. А ну то шо точно. А тепер берем тримбіту. Тримбіта, друзья, это вообще талисман, символ всех гуцулов. Музыкальний инструмент «Визитка Карпат». По сути, большая дудка просто. Ось, осторожно. Музейный экспонат. Есть гуцул Дмитро Комаров спробує зіграти на тримбіціє. Це дуже важливее козелла. Много сил, но эффекта немає. Дивись, яйк має бути. Музей版 «Визитка Которга». Говорят, что самая лучшая тримбита получается только из дерева, которое расколола молния. И ему должно быть не менее 120 лет. Я не понимаю секрета. Я на трубе не играю. Я на трубе не играю. И пионером я не успел быть. А ктебренком был, одного года не хватило. Так, робите. Вот так, как семечки. Как семечки. Давайте. Для первого раза это отличный результат, насправде. Получилось, ура! На этой музыкальной ноте Дмитрий прощается с хранителями мальфарских тайн. Но очень скоро отправится на поиски живых горных магов, чтобы проверить, действительно ли они все еще обладают сверхъестественной силой. Во время экспедиции у нас всегда очень много техники. У Саши есть камера, объективы, дрон. Очень много дополнительных аксессуаров. А у меня с собой есть телефон, который тоже вполне можно использовать для экшн-съемок. Потому что даже если камеру трусит, изображение не будет дрожать. Можно снимать на ходу. Можно снимать даже на бегу. Круто! Круто! Языческий праздник Ивана Купала отмечают еще со времен древних славян. Этот день они посвящали своему главному божеству и источнику жизни – солнцу. При помощи особых ритуалов люди сливались с природой и ее стихиями, благодарили ее, просили плодородия и защиты от злых сил. Именно в этот день, как верили наши предки, силы зла были особенно активными. На землю выбирается вся нечисть – ведьмы, мавки, прочие темные силы. Славяне верили, что многие потусторонние силы – это люди, которые изменились после смерти. Например, незамужняя девушка, по легендам, могла превратиться в русалку, а первый умерший в новом жилье – в домового. Особенно часто со сверхъестественным якобы сталкиваются именно в Купальскую ночь. Все это звучит как сказочная история, но в Карпатах в это верят. И до сих пор есть люди, которые сохранили тайное знание предков и ведут борьбу с темными силами. Доброго дня! Доброго дня! Развешивают какие-то растения. Сейчас все узнаем. Слава Иисусу Христу! Слава Новики Богу! Меня Дмитро звать. Меня Анна. Анна известна на весь регион как хранитель древних обычаев и обрядов. Она знает тайные заговоры и ритуалы против сглаза, колдовства и болезней. Разбирается в целительных силах трав и может рассказать, как защитить себя от нечистых сил. Это особенно важно знать именно сегодня, в самую мистическую ночь в году. Более знакомое нам название – мавки. Со спины они выглядят пугающе. У них нет кожи и видно внутренности. Говорят, что мавки не отбрасывают тень и под их шагами не приминается трава. Эти духи якобы мстят людям за свою раннюю смерть. Поэтому сбивают прохожих с пути, топят в болотах, могут защекотать до смерти. То есть все пересчело вересчело. Это в ночи перед диваном все так вересчут. И вы говорите, что если чуешь, не можешь обратиться? Если ты обратился и поделился, они уже тебя схопили. И носит тебя целую ночь. И тогда, рано, если кого-то запьет, то где уже тебе так пелената с очей иди? И уже идешь домой. То есть если в ночь на Ивана Купала и вечер на Ивана Купала вы чувствуете какую-то нечисть или голоса, нельзя оборачиваться? А если туман перед глазами, вот человек рассказывает, футболка, вывернутая наизнанку, как верят здесь, в Карпатах, может спасти от нечисти, от ведьм, от мавок, которые существуют, да? Так, ведьм, исчезники, это все ходил. А вот это вот защищает вас тоже? Так, так. Я хобзу течу перед вами, веду все, которые нечистуются. Это хобза? Хобза. Это растение, его вешают на дом, чтобы вся нечисть от дома отходила? Да. Так же Анна верит в силу слов, которые могут материализоваться. Ведь благодаря этой силе работают ее заговоры. Так же и с проклятиями. Меня дядя Николи людей не закрыл. Друзья, сейчас очень важная тема поднялась. Это на самом деле гуцульский диалект, когда гуцул ругается. То есть традиционного мата или каких-то ругательств, которые мы можем услышать, здесь нет. Гуцул и так не говорят. Это не страшно. Страшно. Это нехай грим тебе въехать. Здесь это действительно оправдано, потому что здесь в горах особенно опасно. Если идет молния гром, попадает человека, который на открытом пространстве. Его убивают. Это страшно, да? Да, дуже. Это не дай Боже, клест. И в любую минуту можно так сказать, что это может быть и реально. Знаете, будто и все эти клипы на тебя шлях тратят. Друзья, это пусть твой путь будет не успешно. Как ищи? На тебе наглазик. Скоро, битя помер. А их получалуси. Такую точку скажу, сердце той люди, на лиж, и скрутится, и все помер. Мужчиня и шляху бутин. Рубати лис. Ну, их посварят, си жинку. Цитай шика жучу. Дай Боже, битя си не верну. Как у Параджанова в тенях забытых пресков? Так, да, я занималась. Вы занималась? А в какие роли? Я была бабка, но я молодая была. Кадры с Анной Дима тут же нашел в интернете. Вот это баба, я в сардаце. Вот это? Да, вот это вы? Ось, да? О! Шестая минута, 51 секунда, левый угол. Пані Ганна, Филипп Мараджанова. Дякую вам, Рейн, что я себя познала. О-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Ой, дякую вам. Ой, какие вы молосицы. Дякую вам. Я заплачу. Ой-ой-ой. Это уже много лет. Дякую, что вы это новое. Видите, что это наша давняя традиция. От гида-пряги до обецящих. Кто это перебирал? Мы сегодня спробуем оттворить, чтобы як сто років тому. С вашей допомогой. Я шо знаю, я вам все буду рассказывать. В Купальскую ночь гуцулы защищают не только себя, но и самое ценное из своего хозяйства – скот. Здесь верят, что сегодня ведьмы могут провести особое колдовство, которое отбирает у коров возможность давать молоко. Такое проклятие называется чередование. Чтобы защититься от этого, нужно собрать особый оберег. Но чтобы он подействовал, оберег нужно поставить на ворота, а коровы обязательно должны через них пройти. Но они, похоже, не настроены на магию. Корова сопротивляется. Но Анна не расстраивается. Животное успокоится и обязательно вернутся. А у нее еще много дел. Прежде всего нужно собрать целительные растения. В этот день, как говорят, они также обретают особые свойства. Это аптека, да? Да, не говорить. Это у нас все целлюще. Когда вы бывали в аптеке? И недавно, я не помню так. А с какими вам рогами? 75. 75? И как вы подшиваете? Доброе. Ни ноги не болели, ничего. У меня гид 90-пи игроков прожил, куликарни не был. Гиду собей бывший передок ведучий. Гиду был старее, а я любил женок. Передок ведучий. Ха-ха-ха. Друзья, ведущий передок, вы понимаете, да? Когда в солидном возрасте ведущий передок. Пока Дмитрий с Анной собирали карпатские травы, коровы успокоились и вернулись домой. Обереги от чередования с ворот не убирали, поэтому сейчас они сами завершат ритуал защиты от кражи молока. Коровы зашли, все? Защита есть? Ну, ты уже перша ничего не трав. То есть главное, друзья, защитить дом, это мы сделали, защитить скот, это сделано. Все. И гуляем? Гуляем. Сегодня мы увидим особое гуляние, которых уже не встретишь больше нигде в Украине. И как заведено в Карпатах, на любом празднике есть обязательный дресс-код. Национальная одежда. Анна поделилась с Дмитрием особенным нарядом. И не усящие порошняцов, тут порох маленький. Сколько руки в этой штуке? Ну, до 150 гротов. Это музейный экспонат настоящий. О, Бартко. Так, о. Я теперь справжний гуцу? Справжний гуцу. Я пойду загулять и беру лилку с краю. Тренировка. Перед тем, как отвезти Дмитрия на мистический праздник, пани Анна дает ему самую главную защиту. Я вас буду кропить водичку свеченную. Я вас кроплю всех, так же вы попробуйте. Я чеснег вам даю туда, в ту. А что мне с чесноком делать? Ничего делать, не в ней соби вину у вас. Чтобы не чисто сила не торкалась. Так, чтобы не торкалась ничего. Вот так вот, друзья. Секреты карпатские. Кропилка тоже. Тоже веду роки ввиду всякого. Всего вам доброго. Такое. Под гуцульские песни Дмитрий вместе с Анной отправляются на видовой холм в окрестностях села. Там уже собираются люди. То, что сегодня будет происходить, не просто праздник Купала. Это настоящая машина времени в далекое прошлое всего Карпатского региона. Сегодня Ивана Купала празднуют во всей стране. И вы можете спокойно в любой области Украины прийти в то место, где отмечается этот грандиозный праздник. Попрыгать через костер, посмотреть, как люди плетут венки и запускают их в воду. Обычно этим все ограничивается. Но здесь на гуцульщине традиции совершенно другие. И мы специально попросили местных жителей вспомнить, как отмечали Купала 100 лет назад, 200 лет назад. И воссоздать эти традиции. Часто во время съемок поесть некогда или негде. Не всегда рядом есть кафе или даже магазин. Поэтому готовимся заранее. Важно подчеркнуть, что изначально древние славяне праздновали Ивана Купала 21 июня. В день летнего солнцестояния. С приходом христианства языческие праздники постепенно исчезали. Но особую купальскую ночь люди отмечать не прекращали. После перехода на Григорианский календарь даты сдвинулись на две недели. День Купала перестал совпадать с летним солнцестоянием. И его совместили с великим христианским праздником. Рождеством Иоанна Крестителя. Так получился микс языческих и христианских традиций. Итак, чем же отличается Иоанна Купала в Карпатах от Иоанна Купала в любом другом месте Украины? Прежде всего праздник проходит высоко в горах. И это имеет символическое значение. Чем выше ты разжигаешь костер, тем ближе он к солнцу. И, значит, тем выше его эффект. Начинается праздник еще засветло. В горах это всегда особое действо. Здесь не нужны колонки, сцены и дорогое оборудование. Гуцуны умеют веселиться по-другому. Добрый день. Как вас звати? Иванка. Дуже приемно. Мы решили, чтобы всем было веселее приготовить традиционные купальские блюда. Это, друзья, кулага, кисло-сладкая каша. Еще традиционно на Купала всегда готовили вареники. Рядом молодые девушки собирают горные травы и плетут из них венки. Но не просто для красоты, а для древних обрядов. Их пускают по воде, и куда попадет веночек, ему в руки, так будет весь сужен. Загалом, если веночек не пускают на воду, его могут также класти в хате, как оберег от нечистых сил. То есть, тогда плетают клетки с сенсом и могут даже промышлять. Он стоит целый год, и если в хате кто-то захворел, або кому-то стало плохо, тогда можно взять и заварить чай из этих трав, або просто взять веночек, попасть на эту людину, и тогда она обовязково выздоровеет. Это означает, что мы прогоняем эту нечистую силу. Еще один важный атрибут праздника – дерево Марена. Это символ холода и болезни. Чтобы они обошли стороной людей, Марену нужно задобрить. Для этого девушки ее наряжают и водят вокруг большой хоровод. Таким образом, гуцулы призывают на свои земли плодородие и благоприятные условия. Неотъемлемая составляющая Ивана Купала всегда была эротическая. Как бы это странно ни звучало, любовь очень важна в этот день. И именно в этот день образуются пары. И считается, что именно в эту ночь особенно часто занимались зачателем своего будущего потомства. И это особенно благоприятный день. После того, как девушки призвали плодородие, парни танцуют аркан. Это не менее важный этап. Ведь по этому танцу девушки присматривают себе будущую половинку. Тот, кто не выдержал танец до конца, считается физически слабым и остается без спутницы. У меня с танцами никогда не получалось. И на гуцулча не та же история. Очень хочется, чтобы такие традиции Ивана Купала возвращались. Из истории, наше настоящее. И каждый год можно такое увидеть было. Ну, это не легко. Я не встык. Да нет. Я думаю, что... На первый раз дуже видимо на нами, я бы сказал. Солнце спускается за Черногорский хребет. А значит, пора готовить самое главное. Ритуальный костер, который в Карпатах называют ватра. Гуцул никогда не был и не будет без ватры, потому что ватра даёт жеке Гуцулове. Заслаб Гуцул, пришел с работы мокрый. Женочка наклала вату в печи. Выигрывал все на рану, такой, душе их цвек. А с этого вечера тем больше страшно. То есть черегинники, то есть все, какие-то недобрые люди. Можно всех обидумать. Вам что-то сделал, Олег? Треба вам гасить ватру. Хотел все забирать, и нечистить людей. У всех они шесть, у всех тут непотреб, чтобы людям было дужно, здорово. Разжиганием ватры руководит самый старший и опытный Гуцул. Он следит, чтобы ватру делали правильно и в нужном месте. Костер нужно расположить как можно ближе к небу. Здесь верят, что этот огонь особый. Он сжигает всю нечисть, которая может преследовать человека. И вот, собственно, начинается самый-самый важный момент, заход солнца, и разжигается огонь, через который будут все прыгать. Это магическое действие, это священное действие, это кульминация праздника. Купальская ватра загорелась. С этого момента начинается не только самый важный, но и самый веселый этап этого гуляния. Это называется Загальна Гуцулка. Массовый хоровод перед тем, как люди начнут прыгать через костер. Считается, что когда ты находишься возле священного костра, в эту священную ночь или священный вечер, то все плохое, злое уходит навсегда. Общий хоровод вокруг костра – это не просто веселье, но и один из мистических атрибутов праздника. Если посмотреть с высоты, этот танец образует круг с точкой в центре. Это очень древний знак, который обозначает как солнце, так и символ единого бога, объединяя языческое и христианское. Чтобы Ватра приобрела свою магическую силу, нужен еще один особый компонент. Как раз ватерка догорает, я имею такие зелли. А что за зелля такая? А тут есть все, тут есть зеробий, тут есть центтория. Все эти зелли, которые мы съедим в Великой Светой около церкви. И этим зеллим готовы ратуются. Приходит великая буря. Мы это выносим на подверье, молимся Богу. И Бог даёт так, что эта буря от нас отхилеется. И я вот теперь кладу вот это зелечко, вот там, чтобы у нас горело. После этого мы будем скакать, чтобы до второго года нас Бог даёт ничего себе не имело. Вот теперь я вас всех прошу. Тут на этом набудке я найстарейший Гуцул, а я скачу первый. Это главный момент всего праздника. Гуцулы верят, что каждый прыжок очищает душу и тело. А в некоторых случаях может даже предсказать судьбу. Например, если молодая пара во время прыжка не отпустила руки, значит их ждёт светлое будущее вместе. А у того, кто прыгнет выше всех, будет самый счастливый год. Вы хотите стрибнуть со мной? Да. У меня есть дружина. Это можно по традиции? Можно? Много желающих со мной прыгнуть. Почему со мной? У вас есть нареченный? Нема. Шукаете? Шукаю. Давайте разом загадаем, чтобы у вас был нареченный. Побегли. Вот так и проходит Иван и Купало здесь, в Верховыне. Люди прыгают через костёр, а потом ночью отправляются пускать венки в реку. А дальше искать магические растения и встречать рассвет на вершине горы. И мы тоже отправляемся туда. В городах по всей стране праздники обычно заканчиваются прыжками через костёр. Но здесь, в Карпатах, в древности всё происходило совершенно иначе. В наше время подобные традиции встретить уже практически невозможно. Но сегодня, благодаря стараниям местных жителей, мы можем увидеть, как Купальскую ночь отмечали 100 лет назад. Тогда опытные гуцулы чаще всего поднимались на двухтысячник Пип Иван. Эта гора считается одной из самых энергетически сильных на всём Черногорском хребте. В народных мифах говорится, что именно здесь легендарный карпатский воин Алекса Довбуш получил невероятную силу и защиту от вражеских пуль. Поэтому именно на вершине этой горы люди с первыми лучами солнца умывались росой. Пять часов, двадцать минут утра. Фантастический рассвет. Вершина горы Пип Иван. Как видите, поднимаются не все. Поднимаются самые-самые отважные и сильные энтузиасти. А чему? Чему такая красивая традиция? И где геть? Мёг кто-то и таемно идти купаться. Были даже такие женщины, которых называли ведьмами. И они шли купаться в Руси таемно. Они купались голыми для того, чтобы потом использовать это в своих чарах. Разуваться. Неожиданно. Холодно, честно говоря. Ну? Ух! Холодная роса. Реально купание. Айдем, бежим сюда ножками в Руси. Пришло время начинать ритуал купания в Руси. Ух, класс! Холодная роса, утро, рассвет. Вершина Пип Ивана и реальная энергия. Гуцулы верят, что таким способом человек впитывает в себя силу и энергию природы, которая в эту ночь находится на пике своего цветения. Дальше росу собирают руками и умывают лицо. Вы чувствуете приплыв энергии? Конечно. Только ноги, руки и обличие умываем, а такие ощущения, как бы мы умели сцелить. Правда? Это действительно как душ. Я нагрязал мне вес чуть надолго. После лакования слабость сразу и пришла, и, кажется, мне бы только-таки в руки кинулись. А вот действительно, мы всю ночь не спали, и тут такая бодрость. Друзья, уже не первый раз и не в первом сезоне мы снова и снова открываем для себя Гуцульщину. И находим здесь какие-то невероятные места, которые вполне имеют мощнейший потенциал и могут стать самыми туристическими не только в Украине, но и в Европе вполне. И будут конкурентоспособными. Я очень хочу, чтобы сюда приехали люди со всего мира, чтобы посмотрели на эту красоту и пообщались, самое главное, с нашими невероятными людьми. Широ дякую всем вам. И я обожаю, что требу сказать «Мандруй Украиною». Смотрите в следующей программе. Дмитрий Комаров покажет мистические Карпаты. Он отыщет последних украинских мальфаров. Батькам из Макканова, дождь, сыпали. И на себе испытает их дар увидеть будущее. А когда я стану очень богатым? Мне показывают, что вы уже не бедные. И исцелять болезни. Я вас в огнями спалю. Узнает, что говорят провидцы о будущих выборах президента. Команда Зеленского проиграет? Програет. Расскажет, как мальфары советуют отвлечь от себя беду. Я ее кратить, свистеть, и уйти саму пас. Я так сховать, а дэн, они очи не будут. Познакомится с внуком самого сильного мальфара Карпат, легендарного Михаила Нечая. Вы видели убийцу своего деда? Так. И узнает у него всю правду о таинственной смерти великого белого мага. Дима Комаров откроет потаенный мир наших Карпат. Нас просто ждет волшебство, друзья, без преувеличения. И покажет, как превратить ваше путешествие Украиной в настоящее приключение. То, что мы увидим, нас очень впечатляет. Я уверен в этом. Редактор субтитров А.Семкин